Друзья, я рад приветствовать всех, мы вновь находимся на провинции, сегодня у нас невероятный эксперимент, мы состоим в рядах ДПС, но мы не будем следить как бы за правилами дорожного движения, будем следить, да, за ними тоже, но при этом наказывать мы будем не стараться. Наша первоочередная задача на сегодня будет являться заработать денег на взятках, мы защищем, значит, время с этого момента, да, и попробуем за час сделать максимальное количество денег, понятное дело у вас-то будет отрывками, все, но я покажу вам, насколько можно заработать на взятках, ну, сами понимаете, если постоянно, каждый раз брать взятки, а не выписывать протоколы, то, соответственно, вы будете уволены наверняка уже вечером, либо на следующий день, потому что жалоба пойдет в любом случае 100%, и это будет не работа, ну, а я вам покажу, чтобы можно было заработать, потому что нарушителей у нас много, друзья, и денег будем требовать столько, сколько мы захотим. Это вам уже, простите меня, не автоподстава, здесь у нас деньги точно будут крутиться, это все-таки госструктура, а в госструктурах всегда крутятся большие деньги, поэтому сегодня я покажу, сколько можно заработать. У нас, обретите внимание, сейчас 0 рублей, и сколько же у нас будет через часок? Очень интересно посмотреть, любопытно, поэтому, друзья, начиная с этого момента будем устанавливать за красный сигнал светофора, я даже не хочу, честно говоря, устраивать какие-то погони, потому что моя первичная цель, это будет именно заработать деньги на взяточках. У нас ник сегодня не взяткин, взяткин слишком паленый ник, очень популярен он стал, поэтому Григорий Власов на сегодня, и возьмем уже не БМВ, потому что тоже это палит немножечко, а обычную машину, даже, нет, все-таки, наверное, Камри я возьму, потому что машины разные, и чтобы уже была возможность хотя бы догнать как минимум. Все, друзья, отправляемся на пост, на пост, где происходят массовые нарушения, массовые нарушения это у нас у вокзала, понятное дело, Приволжска, их больше всего. Будем наверняка устанавливать за красный свет, по сути, за красный довольно строгое наказание, поэтому можно требовать неплохие денежки. Место выберем вот это, то есть мы, по идее, и спрячемся, те, кто будут ехать со стороны вокзала, они вообще нас видеть не будут, и при нарушении мы, соответственно, будем гнаться за ними. Довольно удобно наблюдать за перекрестком, видно, какой сигнал светофора, полностью обзор на перекресток у нас, поэтому проблем. Никаких не будет. Троллейбус на красный, правильно, правильно, молодец, молодец, но их мы трогать не будем, ни автобусы, ни троллейбусы, они и так без денег. Зиловец тоже на красный проехал, тоже трогать не будем. Наша задача это подороже автомобиль остановить, правда, не сильно дорогие, потому что, сами понимаете, на ту же ламбаржине, да, навряд ли мы догоним на вот этом автомобиле. Опа, есть, догоняем, авария еще, смотрите-ка, случилось, давайте-ка остановим, останавливаемся, водитель, пожалуйста, отлично, бомжи за рулем, ничего себе, вот это да, дожили, значит, дожили, значит, бомжи у нас на БМВ разъезжают. Так, 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 бомжики, бомжики, надеюсь, у вас деньги есть, ничего себе, хан-222, вот это номер. Так, приветствую, сержант, кстати говоря, сегодня я сержант Власов. Добрый день, почему проезжаем на красный, спрашиваю я, там желтый был, не нужно меня обманывать, мы все прекрасно видели, что был красный свет. Не успел тормозиться, так, так, и что мы будем делать? Надо начать сразу же с намека, не хочу вот эту возню, о, давайте проверим документы, не до этого, нужно делать максимально быстро к денежке. Давайте, да поймите его, я, я его пойму только в том случае, если в моем кармашке зашелестят бумажки, я думаю, вы поняли, отлично, в наглую согласен, но зато это, друзья, первый заработок. А по ПДД, если желтый, был красный, не жалейте бумажки, я пишу, блин, палево палел, кто-то приехал. Так, Кирюха, Кирюха, не палей меня, пожалуйста, зашел кошелек, блин, такой в открытую, представляете, надо было в машине его доставать без палева. Он вышел, достал кошелек в открытую, ладно, ладно, давай уже, Бендер, давай бабки. Наша первая зарплата, друзья, на сегодняшний день, да, это моя зарплата, зная, что меня уволят на следующий день, то есть я пытаюсь максимально много сделать денег. Взял купюру быстро, смяв ее и убрал в карман. Все, друзья, тысяча рублей первое есть. Желаем счастливого пути, тысяча есть, очень быстро заработали, буквально первые минутки. И можно возвращаться на пост. Опа, мотоциклист, решил проехать на красный, ну, понятное дело, что я навряд ли его догоню, но попробовать можно, может быть, он законопослушный гражданин, более-менее, и остановится. Остановится, пожалуйста. Мотоциклист, останавливаемся. Нет, 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 ну, таких вот, таких бесполезно догонять, друзья, очень просто надо сейчас будет издеваться. А я не люблю, опа, ничего себе, это что за трюки такие? Вот это да, побежал в дом, смотрите-ка, побежал в дом, так сильно испугался. Стоп, стоп, уважаемый, это что такое? Стоять, куда побежал? Ну, ты посмотри, что делать, а? Я всего лишь хочу, хочу всего лишь бумажки, и забанихопил, забанихопил, бумажечки хочу, и все, больше мне ничего не надо. Пожалуйста, не спрыгивай только, не умирай, не надо. Не, одумайся, Иван, одумайся, я не хочу тебя сажать. Прошу, одумайся, подумай головой, подумай о жене, подумай о детях, в конце концов. Не надо портить себе жизнь, он так и будет от меня убегать, а мы хотим всего лишь бумажечки, всего лишь обычные бумажки. Не прыгай, не делай, не делай этого, прошу, не делай, не делай. Так, стоп, стоп, ага, приветствую, так, успокоился, ну, что, бежал, бежал, приветствую. Че тебе? Ох ты, посмотри, как общается. Взятку давай, вот так вот будем, пока не вырубил. На красный проехал и устроил ДТП, он типа не понимает. 500, друзья, он готов дать, пишу, договорились, за такое нарушение, у него мотоцикл просто улетел куда-то, фиг знает куда. Сам он спрыгнул, проехал на красный и всего лишь 500 рублей. Спасибо, в наглую, согласен, это слишком нагло, но он тоже очень нагло себя повел, поэтому я был вынужден точно так же повести себя, посмеялся, посмеялся. Ну, извините, пожалуйста, такая у нас страна взяточников и коррупционеров, что ж поделаешь теперь. Так, занимаем, друзья, прежнюю позицию, болторы, тысячи рублей у нас уже есть и ждем очередного наглеца, который снова проедет на красный свет. У мотоциклиста был огромный шанс, на самом деле, уйти, не знаю почему, скорее всего, случайно нажал клавишу выйти из автомобиля и мотоцикл у него улетел на несколько сотен метров. То есть, понятное дело, что за ним он бежать долго будет и он решил в сторону, куда-то на гору. Опа, очередное нарушение, поехали, поехали скорее. Отличненько, останавливается. Самое главное, что не едет от меня никуда. Погонь пока не было и, надеюсь, не будет. Приветствую, сержант ДПС Власов. Почему ездим на красный? Блин, ребят, сори. Вот сейчас твое сори превратится в красивую бумажку. Ничего себе, а если бы врезались кого? Ну, это лишение, друзья, это лишение. Напугать нужно, напугать жертву. Спросим, штрафы есть? Кстати, можно пробить его, посмотреть по штрафам, что там у него. Ну, думаю, он и так уже сильно запуган. Готов понести наказание. Слушайте, ну, давай-ка, Кирилл, ты чересчур законопослушный, я так понимаю, да? Готов понести наказание. Пишу ему, что готов предложить компромисс. Никого вокруг нету, палева нету. Я люблю шелест бумажек в кармане. Думаю, вы понимаете, о чем я. И я ничего не видел. Самый идеальный компромисс. То есть, не нужно ни сидеть, ни сдавать на права вновь, ни платить штрафы заставлять. Да, у него, говорит, и штрафов много. Не может заехать, оплатить. Поэтому ему выгодно. Ему выгодно дать мне бумажку. Сколько? Три. Прямо, серьезно, серьезно соглашусь. Много, но, блин, тут красный свет и неоплаченные штрафы, как ни крути. Отлично, друзья. Три тысячи плюс. Счастливого пути не нарушайте. Ну, прилично, прилично. Три тысячи, это уже, друзья, деньги. Давайте как раз посмотрим, сколько у него штрафов было. 314 ID. Друзья, ну, у него всего 5 нарушений. Это, в принципе, немного. Поэтому, думаю, что можно было вообще и простить. Я думал, что у него там по 20, 5, по 30, как у некоторых. Занимаем наш денежный перекресточек. И смело ожидаем следующего клиентика. Опа, таксист. Таксист промчался на красный. Ну, ладно, таксистов, я, как уже сказал, трогать тоже не будем. Есть. Есть. Правда, не на такой же дорогой машине, но все равно машина есть. Есть дом. Значит, деньги были. Останавливаемся. Останавливаемся, уважаемый Алекс. Опа, офнулся. Друзья, вот это да. Алекс офнулся. Будет заблокирован на 3 дня. Испугался. Испугался. Согласен. Страшно, страшно. Не хочет сидеть в тюрьме. Авария произошла. Но нас не интересуют аварии. Нам плевать на аварии. Нам плевать на все. Нас интересуют только денежки. И все. Я могу смело заявить, что я самый коррумпированный сотрудник ДПС в Приволжске. Не знаю, как там дела обстоят в Мирном, конечно. Но мне кажется, если братья Мирные, то я тоже их всех опережаю. Да что ты делаешь? Уйди отсюда. Не мешай. Не мешай зарабатывать мне деньги. Ты посмотри, что делает, а? Так. Так, я сейчас разберусь с тобой. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда быстро. Стоять. Ты что делаешь, а? Вот помжи, засранца. Мешает. Мешает деньги зарабатывать. Так, никто не нарушает? Не нарушает пока. Ты посмотри. Вот лежи здесь. Отдыхай. Взял просто так, мне машину помял. Да-да. Ты что, не издеваешься надо мной, что ли? Иди сюда. Иди сюда. Еще хочешь полежать, что ли? Получите. Распишитесь. Еще отдохни немножко. Так. Ох ты вдр... Вот это... Вот это... Стоятишки. Деньги летят сами в карман. Ничего себе. Вы в порядке? Типа мы такие культурные. Да господи, ну бомжа, ра. Ну бомжа, ра. Ну не бей меня, пожалуйста. Занос на летний гоняю. Блин, перепрыгнул. Ничего себе удар. Вы целы. Это будет немало стоить. Да блин. Бомж сейчас убьет. Не убивай. Твою мать. Сейчас бомж меня убьет. Блин, я... Богу, конечно, его кикну. Это будет палено слишком. Может, я просто забить до смерти, а? Блин, задолбал. Он меня сейчас реально убьет. Все. Написал 365 в бан ДМ. Смотрите. Он таксиста избивает просто так. Он издевается. В тюрягу посади. В бан тебя сейчас посадим. Так, ну что, давайте запугивать жертву. Пишу ему, что он нанес ущерб еще и государственному имуществу. Он врезался в нас. Плюс нарушил правила дорожного движения. Блин, вот таксист меня это смущает, который тут стоит. Он все подслушивает. Государство вам должно выплатить денег за ремонт. Ну, подождите, подождите, подождите. Я вынужден вас привлечь к административной ответственности, но есть компромисс. Правила я нарушил из-за этого, из-за того, что меня занесло. Конечно, конечно, но можно, можно все решить, Паша, в этой жизни. Пройдемте, я ему пишу. Подслушивает, подслушивает таксист. Так, шепнул ему, я люблю шелест, бумажек у себя в кармане. Надеюсь, вы поняли, и я ничего не видел. Ну, надеюсь, что Паша... Ну, вообще, я бы сам бы заплатил бы ДПС, чтобы не попадать в какую-то передрягу. Уже полицейский уговаривает. Хотя бы, давайте хотя бы 500, я не знаю, по просьбе. Потому что, ну, у тебя машина хорошая. 500, вот, сказал ему, давай. О, да, 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 1000. Да, да, хотел сказать 1000. Спутал, 500 случайно написал. Хотел сказать 1000, действительно. Вот это да. Вот, замечательно. Спасибо, спасибо, не нарушайте. Хотя на такой машине он ехать-то и не сможет дальше. Ладно, пусть разбирается, друзья. Нам нужно вновь пойти взять машинку и продолжить зарабатывать деньги. Тем временем у нас уже за 20 минут 5500. Эх, если бы ламба нарушила. Если бы она нарушила. Конечно, мы ее не догнали. Но если бы он остановился, то можно было нехиленько так срубить. Так, Волга на красный. Нет, остановилась все-таки. Остановилась. Ждем следующую жертву. 5500 пока есть. На желтый проехал. Ладно, хорошо, хорошо. Так, уйди. Уйди. Не надо. Ты посмотри, сколько их много. И все, все норовят ударить. Ударить. А что же будет? Опа. Вот это красиво он проехал. Иди сюда. Куда ты там поехал? Кто-то там у нас, ну-ка. Смя-лов. Смай-лов какой-то. Тормози давай. Тормози, чувачок. Попал ты на бабки. Ты куда-то едешь-то. Конец твоей карьере, дальнобойщика. Тормозите, уважаемый. Не будем пускать его. Дай доехать. Хорошо, хорошо, хорошо. Я дам доехать, лишь бы он заплатил нам потом после этого. Так. Ну, доехал. Доехал, уважаемый. Представимся. Надеюсь, ты не оффнишься. Почему на красный проезжаем? Знаю, нарушил. У меня есть компромисс. Вы же заработали сейчас денег? Я не успел затормозить. Подожди, подожди. Да, да. И теперь шепотом. Так вот, часть мне. И я ничего не видел. Отлично. Так, иди отсюда, Никита. Иди, иди, иди. Не слышал ты ничего. Не слышал. Он думает, что я сейчас буду так вот писать дальше. Но понял. Ведь он ближе подошел, чтобы слышать. Нет, Никита. Нет. Нет, не уличишь ты меня в том, что я беру взятки. Друзья, вроде бы все залагали. Но при этом у меня прибавились денежки. У меня стало 8500. Друзья, оказывается, это я впервые за долгие месяцы залагал. Ничего себе. Что-то у меня интернет подшатнулся. Но самое главное, это то, что деньги он все-таки передал. Хоть у меня и залагал интернет. При этом он нам дал, выходит, не так уж и мало. Друзья, 3000 рублей дополнительно. Вот это денежки пошли. Вот это денежки пошли. Давайте быстренько бежим к транспорту и занимаем позицию. Тем временем, на дворе у нас уже ночь и проехал все-таки. Проехал один, еще одна авария таксиста. Но мы охотимся за деньгами. Охотимся за черным автомобилем, который только что проехал на красный. Это был Роберт. Но ощущение у меня складывается, что не получится нам его остановить. Скорее всего, машина у него довольно быстрая. Ну все, это погоня. Это погоня, в которой я не хочу участвовать. Но я... Ладно, ладно, я вынужден. Вынужден хотя бы примерно показать, что я все-таки сотрудник полиции, в конце концов. Давайте попробуем хотя бы подрезать его. Останавливаемся. Приветствую, приветствую. Почему ездим на красный? Ты видел, что творится на дороге? Перед твоим носом таксисты летуют. Но это, друзья, не повод ездить на красный. 500 рублей, и я ничего не видел. Правда, в открытую, в наглую. Перед твоим носом таксист стоит. Ты чего не реагируешь? Могу, могу прореагировать. Почему нет? Можем сблокировать? Нет, все, он уехал, все нормально. Могу пореагировать. Я на них не обращаю внимания, потому что это априори нарушители. Как вы работаете? Руками, руками работаем. 500 рублей, 500 рублей. И я не видел нарушение. Коб, за взятку не боишься залететь? Я пишу, что нет. В наглую нет. Я знаю, что у меня уже и так будут проблемы. Давай, достает кошелек. Отличненько. Я люблю, когда у жертв, у клиентов кошельки в руках. Это уже значит, что скоро, скоро денежка попадет в наши ручки. И у нас будет 9 тысяч. 500 рублей я с него потребовал. Хотя нарушение жесткое. Он тут начал, значит, сопротивляться. Конкретно. Что, как вы работаете? Там таксисты летают. Ну, согласен, согласен. Но хотя бы 500 рублей мы должны поиметь. Выгода должна была быть? Немного. Ничего себе. 5 тысяч дал. Он, походу, перепутал. Он же 500 рублей дал. Мне интересно, он перепутал или специально 5 тысяч дал. Потому что я готов эти 5 тысяч оставить. Ну, ладно, ладно. Не могу, не могу. Я так это уже, знаете, как неправильно будет. Может, у него всего там 5 тысяч было. Спасибо. Счастливого пути. И уходим. И уходим. Правда, наша машинка пропала почему-то. Все. Отлично. Главное, что взяточка есть. Согласен. Ну, перепутал человек. Не буду же ему просто забирать и убегать или оффаться. Правильно, в конце концов. Хотя другой бы полицейский, может быть, так и сделал. Сказал бы, а, у меня залагало. Сколько там передал и оффнулся. Ладно. Нам теперь нужен транспорт. Итак, друзья, у нас сейчас 11 800. Продолжаем искать жертв. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Гелик с крутыми. Пацанами. Опасно. Опасно, сразу же скажу. Даже денег просто у них опасно. Опа. Есть. Есть. Жигуленочек. Жигуленочек нарушил. Остановитесь. Остановитесь, пожалуйста. Аделе. Аделе, тормозим. Женщина. Женщина за рулем у нас вот так вот нарушает. Нагло. Ты посмотри. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Почему нарушаем на красный? Сразу же паспорт показал. Ну, давай посмотрим. Шестой уровень. Хорошо. Почему нарушаем? Почему нарушаем? Снимает на камеру. Кто там снимает? Никита. Молодец. Молодец. Сейчас взяточку не возьмешь, блин. Ну, Никита хитер, а. Действительно взяточку не возьмешь. Ну, ладно, ладно. Хорошо. Раз уж вот так вот он на камеру снимает, можно тогда просто пожелать счастливого пути просто и все. Наверное, так вот и правильно будет сделать. Я увидел камеру. И как настоящий русский ДПСник прям все побежал. Побежал. Ладно, все, не нарушайте. Извините, пожалуйста. А Никита пусть дальше снимает елку. Пусть снимает елку Деда Мороза. А мы поедем дальше. Но Миледиа у нас сразу же говорит, что я якобы не нарушала и извините, на красный не проезжала. Надо было бы с ней спорить, поэтому деньги было бы с нее отбить довольно трудно. Опа. Дальнобойщик проезжает на красный. И давайте-ка его остановим сразу же, тут же. Не знаю, ждал он или нет. По-моему, все понятно было. Припарковываемся. Отлично. Молодец. Дальнобойщиков жалко, конечно. Не хочет с ним денег как-то брать, да. Но, друзья, сами понимаете. Красный свет, тем более фура, центр города. Почему нарушаем на красный и проехали? Максим Прокопенко. Блин, у него фура пропала. Обидно, конечно. Нет машины. Я тогда пошел. Ну, слушайте, ну, получается это его наказание. Я думаю, неправильно будет еще дополнительно просить с него какую-то взятку, да. Он и так наказан. Хорошо. Хорошо, напишем. Он потерял только что фуру. Я знаю, что ждать ее долго, там народу уйма. Поэтому проезд на красный свет будет ему как вот такое вот наказание. Че это ты, Ламборджини, че это мне охуя? Аслан. Аслан. Что случилось? Скажи мне. Фура. Проехала на красный сигнал светофора. Так, так, так. Кто у нас здесь? Алексей Борзов. Приветствую. Почему? Нарушаем. На красный проехали, слушаете. Да. А вы? Чего? Подождите секундочку. У меня проблесковые маячки. Вы стоите на тротуаре. Но у нас были включены маячки. Без сигнала звукового, конечно. Но они включены. Прямо сейчас включены. Я их даже не выключал. О, он говорит про звуковой сигнал. Сейчас включены. Сейчас включены. И он пытается поспорить. Так. Не отходим от разговора. Пугаем, друзья. Пугаем. Я вынужден вас лишить прав управления. Документы ваши. А еще мне что-то предъявляйте. Сами нарушайте. Блин, ну не было улучшения. Алексей, нету. Выходим тогда из машины. Выписывайте постановление. Я поеду. Как вы поедете без документов? И что? О, по базе пробейте. И все, они дома. Ничего себе. Он мне говорит что-то про нарушение. Так, тут изъятие, к сожалению. Прошу покинуть машину. Все, запугали. Надеюсь, запугали. Так, все. Водитель, хотите решить по-мирному? Там подглядывают. Блин, подглядывают, а? Не знаю даже, слышат они меня или нет. Штраф 1000 рублей. Подожди, подожди. Штраф 1000 рублей. Я смотрю, уже знаешь, какие тут штрафы вертятся. Разберемся, разберемся. Ты не должен знать, какие штрафы, изъятия, неизъятия. 500 рублей на месте оплатите? Попробуем так сделать. Штраф на месте. Друзья, хорошо звучит. Штраф на месте. Почему здесь движение грузовик? Так, уважаемые. Не надо, пожалуйста, сюда подходить. Разберемся. Разберемся. Садитесь в свою машину и все будет хорошо у вас. Так, достал денежку и завернул в бумажку. Опа, это уже хорошо. Взял копиру, смяв ее, убрал в карман. Все замечательно. Так бы сразу. Счастливого пути. И права на месте, и не надо штраф платить. Блин, машинка моя пропала, бедная. Долго возились, конечно, с ним. Долго, долго. Вот нельзя, нельзя так. Опа, как аккуратно. Как аккуратно нарушил. Слушайте, а он, по-моему, не навстречу сначала ехал. Он специально это сделал. Ну, значит, специально и взяточку сможешь дать. Правильно? Ух ты, еще на красный проехал. Ничего себе. Погонька у нас, что ли, нарисовывается. Отлично, вроде остановился. Алекс Егоров. Давай. Почти 15 тысяч сделали, в конце концов. Почему на красный ездим? Два раза проехали. Полицейский нарезался. Так, полицейский. Я понимаю, что как бы ты мой коллега, но желательно, чтобы ты немножечко отошел, что ли. Так, что? Никита, с другой стороны, смотри, здравия желаю. Что за воинские приветствия там? Это что, друг, что ли? Я не увидел. Ну, ничего себе. Не увидели. А если бы авария? Так, Никита, ну, неужели у БПС мало работы? Скажите мне. Подслушивает, подслушивает. Смотри, что такое. Что суть? Вот это да. Но мне пофигу. Мне пофигу, потому что мне важны, важны денежки. Это у меня сосед резался, понятно. Готовы оплатить штраф на месте, чтобы не изымать водительское. Так, думаю, будет легче. Надеюсь, не заподрозит ничего Никита. Он, может быть, даже не поймет, о чем речь идет. Но если штраф не 100к, то да. Ну, 3 тысячи всего. О, хотя, хотя, ну, знаешь, сколько? 2 700. 2 700. И у нас будет 15 тысяч. О, Никита знает. Штраф 5 тысяч, думаю. Думает он, что он 5 тысяч. Смотрите, он поверил. Он поверил, что 2 700. Говорит, ну, 2 700 тогда. Ну, правильно, он не в ДПС же служит. Что ему знать эти штрафы? Приоткрыл карман. Вот так вот. Давай, кидай, кидай, кидай бабки. Будет у нас 15 тысяч. Блин, мало, конечно, мало, друзья. Если постараться, если постараться, то можно было сделать и 15. Но времени у нас прошел час ровно, один. И за час 15 тысяч это очень мало. Даже на том же трамвайщике получаешь больше. Надо, наверное, за какие-то крупные нарушения все-таки останавливать. И просить больше. Бомж фарту масти мусорам попасти. Боже мой. Откуда словечки понабрались? Видимо, сидел. Сидел уже не раз. Что там у нас? Достает купюры еще до сих пор. Долго, долго кошелек открывает. Посмотрите в мои глаза. Посмотрите, как они жаждут. Жаждут денежек побольше. Я так был бы рад, если бы, конечно... Опа, отлично, 2 700. Замечательно. Так, купюрочки в карман спрятали. Да, все, все, все. Счастливого пути. Замечательно. Замечательно, друзья. Сделали мы за час ровно 15 тысяч. Немного, немного, согласен. Но еще раз говорю, если постараться, можно сделать и больше. Поэтому вот так вот. Не знаю, стоит ли это того. То есть, учитывая, что я... Сколько мы людей примерно? Наверное, 5, 6, 7 человек остановились сегодня и взяли взятки. И по-любому хотя бы двое-трое будут писать наверняка жалобы. Но один точно найдется, который будет писать жалобу за взяточнство. Нифига себе, вот это он красиво сделал. Вот Самуэль вообще красиво очень сейчас сделал. Вот это исполнить нужно быть настоящим профессионалом. Молодец. В общем, друзья, сами думайте, особенно те, кто работает в ДПС сейчас. Сами думайте, стоит ли это того. И на вашем месте я бы все-таки, наверное, брал взятки очень изредка и по крупничку. То есть, знаете, конкретно по крупничку. Две тысячи не стоит увольнения того же. А вот если тебе предлагают там тысячи тридцать-пятьдесят, чтобы там... Нет, не надо изымать права, пожалуйста, там пересдавать надо столько суеты. То, в принципе, да. Тогда можно. Поэтому думайте, друзья. Думайте. Те, кто еще не играет на провинции, хочет стать ДПС, пожалуйста. Ссылочки в описании все есть. А я всех благодарю за просмотр. Если понравился ролик, ставьте лайк. Также пишите свои идеи интересные в комментариях. Интересные идеи я лайкну, соответственно. И всем я желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok